всем привет продолжаем гулять по моему городку кетербургу сегодня хотел бы вам рассказать немножко о доме на марата 29 архитектора иванов стиль не ренессанс доходный дом булацеля 19 20 веке это солидное здание принадлежало семейству булацель здесь жил вместе с семьей присяжный поверенный павел федорович булацель член совета русского собрания член правления союза правой печати булацель был в числе самых активных черносотинцев одним из основателей союза русского народа журналистом редактором очередно двух черносотенных газет черносотинцы защищали царя царскую власть кругу черносотинцев его считали одним из ярких публицистов родился он в известной дворянской семье дед был полковником гвардии кавалергарского полка отец уездным предводителем дворянск окончил императорское училище правоведения редактор центрального печатного органа газеты русское знамя сотрудничал с рядом газет занимался научной деятельностью русское собрание это монархическая организация в россии создана в петербурге в октябре-ноябре 1900 года объединяла представителей русской интеллигенции чиновников духовенства помещиков столицы принимала участие во всех монархических съездах отставила интересы русского народа выступала против либеральном масонского и революционного движения кстати в 905 году числе других руководителей был принят николай второй молодцы был известным адвокатом главным защитником членов черносотенных монархических организаций в судах и кстати в частности 909 году был такое дело о черносотенном томском погроме 905 году и он заявил если в томске принято называть жидов евреями я подчиняюсь надо отметить что тогда томском погроме погибло 66 человек где-то около ста двадцати трех человек были было ранено такой был человек жил в этом доме член русского народного союза имени михаила архангела этот союз уступал за сохранение исторических устоев россии православия и самодержавия боролся за и лишение избирательных прав иудеев и ограничение представительства польши и кавказа девятьсот пятнадцатом году основал журнал российский гражданин но после февральской революции отошел от политики уехал в имение восемнадцатом году был арестован чека и объявлен заложником но ему ничего не могли предъявить и вину ему было поставлен то что он раньше работал в монархических организациях являлся одним из основателей союза русского народа упал как адвокат во всех процессах в которых монархические деятели могли оказаться запятными 1919 году 18 февраля расстрелян господин плацель здесь же помещалось петербургское общество технологов секретарем был михаил иванович бруснев в свое время видный деятель социал-демократии в 1891 году организовал первый в петербурге маевки устраивал стачки и демонстрации побывал кстати в ссылке но вскоре отошел от политики навсегда в начале двадцатого века одновременно с блок булацелем здесь жил тайна советник сенатор ваним николаевич варварин который участвовал в громких процессах вошедших в историю россии ну вот собственно когда так кратенько об этом доме а личности которые здесь жили когда-то улица марата 29 все всем пока всем привет до свидания пока пока а